МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На этой неделе мы отметили одну из самых значимых и народных дат – День Победы. Великая Отечественная война затронула каждую семью в бывшем СССР. А День Победы является для России одной из самых значимых и самых народных праздников. Здравствуйте, таковы итоги недели. Тема Великой Победы – одна из главных в программе. Сегодня мы также расскажем. Победа научного полка. Каким был вклад ученых Казанского университета и Академии наук СССР? Чувства очень трудно сформулировать, да? То есть читать личные письма, кажется, нельзя. Двесточка на фронт. Как сотрудники научной библиотеки нашли адресанта спустя 80 лет? Почему именно в Смердвине? Потому что в 42-й, 43-й, 44-й годы там шли довольно-таки жестокие бои. Никто не будет забыт, с какой находкой вернулись бойцы снежного десанта КФУ. В структуре полупроводников очень много дефектов. И вот мы в нашей лаборатории научились эти дефекты использовать во благо. Необычный способ. Чем отличается новая технология создания нового класса полупроводников? Все соединения похожи в внешний налет. Но при этом они состоят из молекул воды и газа, и они способны гореть. Газ превращается в кубик льда. Что за способ преобразования природного газа найден казанскими исследователями? 78 лет Великой Победе отметили на этой неделе в России. Великая Отечественная война была выиграна благодаря многим факторам. В том числе это и самоотверженность народа, и вера в правое дело, и помощь тыла военным. Вся страна работала на то, чтобы приблизить этот день. Свой вклад внесли сотрудники и студенты Казанского университета. Многие из них ушли защищать Родину. Но основной задачей ВУЗа стало повышение обороноспособности страны. Казанский университет превратился в крупнейший научный центр. Сюда были эвакуированы институты и учреждения Академии наук СССР. Благодаря научным разработкам и исследованиям, которые велись тогда в ВУЗе, появились новые виды техники и оружия, оптических и медицинских инструментов, установок. Здесь шла закладка основ современной отечественной космической промышленности, хирургическо-полевой медицины. Открытия в области физики, химии, биологии определили ход истории в мировой науке. В столь тяжелое время наука в Казани и в Казанском университете не только выстояла. Она обеспечила мощный прорыв лидерства СССР во многих научных областях на долгие годы. О подвигах ученых и студентов того времени мы продолжим рассказывать в наших следующих программах. А сегодня об уникальной работе сотрудников научной библиотеки имени Лобачевского. Они смогли определить героев одного письма, найденного поисковиками в местах боев под Тверью. Письмо пролежало в земле более 70 лет, но сохранилось. Его обнаружили в вещах гвардии старшего сержанта Мелехова. Останки летчика были найдены в самолете рядом с деревней Иванцево Зубцевского района Тверской области еще в 2006 году. По сохранившимся в планшете документам удалось установить, что погибшего звали Владимир Мелехов. Но письмо было адресовано не ему, а другому летчику Николаю Денисову. Из письма, сохранившегося частично, удалось узнать, что оно написано девушкой, студенткой Казанского университета. После поисков в архиве, сверки, почерков сотрудникам библиотеки удалось установить, кто же она. И даже узнали ее дальнейшую судьбу. О настоящей истории дружбы, симпатии и самоотверженности людей в годы войны. Репортажи Эльвины Минобуддиновой. 1942 год. Молодая Галина Козырева пишет письмо на фронт летчику Николаю Денисову. Пишет в надежде, что Николай прочтет его. Пишет о том, как стала студенткой Казанского университета имени Ленина. Поступила на историко-филологический факультет. Пишет о том, как благодарна, что Николай не забывает о ней. И в знак благодарности отправляет вместе с письмом фотокарточку. Правда, самой Галине она не нравится. И она обещает прислать лучше. Но больше не сможет. Николай Денисов погибает, так и не увидев письма Галины. А Галина больше никогда не получит ответа от Николая. Письмо вновь прочтут, но уже только спустя 80 лет. Эта история не из фильма о войне. Это жизнь двух людей в ее период. Они познакомились в Свердловске весной 42-го. Галина поступила в Казанский университет, а вот Николай отправился на фронт. Был летчиком и погиб в 1942 году. Его останки нашли в самолете в Зубцевском районе Тверской области еще в 2006 году. Чувства очень трудно сформулировать. Читать личные письма, кажется, нельзя. И оно действительно личное. Но с другой стороны, понимаешь, что без этого мы бы не установили многие обстоятельства. Не узнали бы, что эти два молодых человека познакомились в Свердловске незадолго до того, как расстались. Письмо было найдено не у Николая, а у его товарища по службе Владимира Мелехова. По предположениям поисковой группы, Владимир Мелехов хотел отправить ответ Галине, сообщить о гибели Николая. Но не успел. Следом за товарищем погиб и сам. Владимир Мелехов был торжественно похоронен в 2007 году в Тверской области. Долго довольно. Поисковики тоже бились над этим вопросом. Но я с ними согласна, что действительно, скорее всего, захотел Владимир, взяв это письмо, написать ответ Галине, сообщить, к сожалению, погибшим своем товарищу. Да, конечно, он понимал, что это очень сложно сформулировать. И, вероятно, все-таки не смог сразу же это сделать. Но и вот, к сожалению, очень скоро сам тоже повторил судьбу своего товарища, погиб, поэтому это письмо оказалось при нем. То есть это еще и такая характеристика дружбы, того, как старались однополчане поддержать близких своих погибших товарищей. Сотрудники научной библиотеки решили отыскать ту самую Галину. Найти данные о ней в архиве оказалось не так просто. Фамилия в письме была написана нечетко. Отчетливо была видна только первая буква «К». Примерно шесть или семь девушек с именем Галины, я сейчас точно не помню уже, было обнаружено. Из них две учились в предполагаемый период 42-45 годы. Галины посмотрели их личные дела, двух Галин, и остановились на одном. Потому что в письме Галины, которую обнаружили поисковики, была косвенная информация о том, что она училась на историко-филологическом факультете, и то, что она приехала из Марийской Республики. И вот Галина Козырева, студентка университета, именно подходила под эти критерии. Она поступила в 42-м году на историко-филологический факультет и приехала из Марийской Республики. Ну и почерк, конечно, главным образом, почерк совпадал. В архиве университета хранится аттестат с оценками об окончании школы. Заявление Галины с просьбой принять ее в ряды студентов Казанского университета. Письмо отца Галины институту с просьбой откомандировать дочь. Автобиография. В ней будущая студентка рассказывает о том, где ранее училась. Подробно пишет о родителях, об их крестьянском происхождении, об отсутствии связи с заграницей, о наградах и деятельности. Мама Галины была финансовым работником, а отец – полковником авиации. После он стал генерал-майором. До Казанского университета Галина три месяца проучилась в Иркутском финансово-экономическом институте. Но из-за переезда ей пришлось отчислиться. Дочь военнослужащего. То есть она вместе с отцом кочевала по гарнизонам, по различным точкам службы в качестве члена его семьи. И вот в очередной раз из Иркутска отца перевели на место службы. У него стала Марийская республика. И вот она переехала туда, закончив школу, переехала туда. Ей пришлось оставить Иркутский финансово-экономический институт. Может быть, она поняла, что эта бухгалтерия – это не ее. Но она восстановилась, вернее, не восстановилась, а стала поступать заново уже здесь, на историко-филологический факультет. Вскоре после повышения отца Галины семья переехала в Москву. Жизнь все-таки свела ее с летчиком. После войны она вышла замуж за летчика морской авиации. Жила в Москве. Поисковикам удалось найти родственников Галины Козыревой. Но пока не удалось найти близких Николая Денисова. Это на самом деле редкость, чтобы письмо пролежало в земле больше 70 лет и сохранилось, и было удобно читаемым. И в письме можно было прочесть информацию, на основе которой, оттолкнувшись, начать поиски. Вот этому письму повезло. В архиве научной библиотеки КФУ хранятся личные дела всех студентов за 1917 по 1952 годы. Сегодня сюда обращаются для поиска информации о родственниках. Просят отсканировать личное дело для домашнего архива, уточняют недостающие детали. Очень часто могут быть неправильные написания фамилий, имен, отчеств. Поэтому выбираем самые разные варианты. И, конечно, всегда особая радость открывать эти личные дела, узнавать судьбы наших студентов, чувствовать к ним сопричастность, понимать, что мы потомки, преемники очень-очень интересных поколений наших предшественников. Особая радость – это всегда фотографии, если они есть. Или очень часто бывают зачетные книжки, где очень интересно видеть, как учились, какие предметы давались, какие, так сказать, с трудом усваивались. В 20-е годы со созданием рабочего факультета в университет принимались тысячи. И понятно, что это очень большой объем. И вот, к счастью, мы их храним. У нас есть такая возможность. Мы, конечно, очень хотим, чтобы еще много-много лет и десятилетий к нам обращались и искали своих предков. Часть личных дел студентов передаются в Национальный архив Республики Тадарстан. Часто это истории крупных ученых, политиков и общественных деятелей. Эльвина Минабудинова, Ленаргий Затулин. КФУ «Итоги недели». Эта история еще раз подтверждает, какую важную работу проводят поисковики и все те, кто им помогает в кропотливом труде вернуть историю жизни, подвига каждого погибшего, пропавшего вездести солдата. Эти находки иногда единственное доказательство ратного служения человека своей родине. А для близких лучший пример для гордости за своего родственника. Бывает, что только от поисковиков нынешнее поколение россиян узнает о своем родственнике героя. Дважды в год сотрудники и студенты Казанского университета выезжают в поисковые экспедиции на места ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой весенней экспедиции в Ленинградскую область снежный десант КФУ обнаружил останки двух бойцов. При этом ребята использовали новые методы поиска. О результатах экспедиции, о том, что влечет современную молодежь к местам минувших дней. Мы побеседуем с командиром отряда «Снежный десант», выпускником Казанского университета Айратом Фатыховым. Здравствуйте! Вы совсем недавно вернулись из экспедиции. Расскажите об ее главных итогах. Здравствуйте! Главные итоги – это, конечно же, поднятые бойцы. В этой экспедиции нам удалось обнаружить останки двух бойцов. Одного бойца мы успели поднять, второго бойца оставили на осень, так как участок сильно обводненный, то есть место раскопа находится в воде. Осенью будет, вероятно, посуше, если не будет дождей, поэтому будет проще поднимать этого бойца. Почему было принято решение поехать именно в Смирдыню? С 2008 года, то есть 15 лет назад, нас в эту экспедицию пригласили, как только-только зарождавшийся студенческий отряд. И с 2008 года каждый год мы в этот район выезжаем. Как правило, если очень часто менять районы, это сказывается на результативности. То есть когда ты выезжаешь в один и тот же район ежегодно, ты понимаешь, что происходило на местности, ты понимаешь условия, ну, проще различные вопросы решать с инфраструктурой. Вот поэтому каждый год мы выезжаем туда. Почему именно в Смирдыне? Потому что в 42-43-44 года там шли довольно-таки жестокие бои. Это и февраль 43-го года, по которым мы плотно работаем. Это Смирдынская операция. Какие у вас чувства, когда удается найти останки? Вот прям сам момент. Какие у вас внутри чувства? Ну, первое ощущение – это волнение. То есть если в целом взять поисковую работу, именно поисковую работу от слова «поиск», когда мы ищем бойцов, не просто когда уже на найденное место ты приходишь, занимаешься подъемом. А именно если говорить про поисковую работу, то это монотонная работа. она продолжается целый день. То есть каждая проводка металлоискателя, каждый удар щупом в землю, он либо даст тебе какой-то результат, либо не даст. И ты находишься в постоянном напряжении. И когда появляются предпосылки к тому, что вот оно место раскопа, вот оно место гибели солдата, бойца, у тебя изначально появляется волнение, затем ты, когда уже снимаешь верхний слой грунта, начинаешь проверять, что же ты все-таки нашел. Если идут личные вещи бойца, то волнение еще больше возрастает. И уже когда обнаруживается останок бойца, когда ты понимаешь, что это останки человека, тогда уже на, наверное, несколько секунд появляется радость от того, что получилось найти. Но потом эта радость у нас меняется грустью, потому что это все-таки погибший боец, погибший солдат. Вот. И как бы не было нам приятно, что мы выполнили свою работу, нашли бойца, нам тяжело от того, что мы его нашли, ну, от того, что он погиб когда-то. И в завершение, как все-таки вам удается совмещать работу, вы с нами сейчас на связи с Иннополиса, и вот такие экспедиции? Ну, конечно, наш традиционный вопрос. Какие у вас дальнейшие планы? Получается совмещать за счет того, что есть трудовой кодекс, есть отпуск. Вот. Можно взять две недели и как раз поехать поработать, сделать что-то во благо. Вот. Ну, довольно-таки тяжело, конечно, потому что приходится... То есть ты работаешь на своей работе, потом переключаешься, работаешь там, и получается, вроде бы, не отдыхаешь. Вот. Но с другой стороны, все равно понимаешь, что... делаешь то, что должен. Вот. Если говорить о планах ближайших, то представители нашего отряда будут участвовать буквально через неделю. Они вылетают на Сахалин. Там будет поисковая экспедиция, Дальневосточный фронт. Ну, следующий выезд отряда, то это Волгоградская область, Городищенский район. Будем работать по 1942 году в районе Кузьмичей. Каждое лето мы стараемся туда выезжать уже на протяжении пяти лет. Вот. И в завершении поискового сезона мы планируем в сентябре также вернуться в Ленинградскую область под город Любань. Большое вам спасибо за интересную беседу и, конечно, это, безусловно, важную работу. Технологию создания нового класса полупроводников разработали ученые КФУ. Эти материалы открывают уникальные возможности для улучшения эффективности светодиодов, фотодетекторов и солнечных батарей. Разработку ввели сотрудники двух лабораторий КФУ – квантовой фотоники и метаматериалов, а также сверхбыстрой калориметрии. Работа велась совместно с коллегами из Санкт-Петербургского университета ИТМО, Шведского Лунского университета и Калифорнийского университета Вирвайне. Исследователи предложили оригинальный способ создания нового класса полупроводников со структурным фазовым градиентом. В чем суть разработки – расскажем далее. Мобильная связь, телевидение и интернет. Без этих вещей невозможно представить современный мир, но из-за потребления ими большого количества электроэнергии портится экология. На замену ей приходят солнечные батареи. Это явление было открыто еще в XIX веке, тогда оно и получило название фотоэффекта. Для его возникновения и поддержания используют полупроводники. Иными словами, материал с избытком или нехваткой различных частиц. Но и у них есть свои недостатки. Как раз с ними и работает Элина Баталова. Полупроводники – это такие уникальные материалы, которые под действием света, электрического поля и других управляющих параметров. В этих материалах могут разделяться носители заряда. И это находит ряд применений. Например, фотовольтайки, то есть это солнечные батареи, это светодиоды, это фотодетекторы и так далее. И на самом деле в полупроводниках есть такая особенность в том, что в этой структуре, в структуре полупроводников очень много дефектов. И вот мы в нашей лаборатории научились эти дефекты использовать во благо. Важная задача полупроводников – повышение эффективности взаимодействия света и вещества на небольшом интервале. Одно из препятствий на этом пути – точечные дефекты в полупроводниковых кристаллах. Они способны существенно ослабить световую энергию. От этих дефектов невозможно избавиться. Они являются неотъемлемой частью кристаллов. Элина Баталова вместе со своим научным руководителем смогла эти недостатки превратить в достоинства полупроводников. Среди большинства исследователей, в общем-то, в научном сообществе принято от дефектов стараться избавиться, потому что они ухудшают оптические свойства полупроводников. Но на самом деле это не всегда так. И действительно дефекты могут приводить к улучшению оптических свойств. В частности, мы это продемонстрировали в нашей лаборатории. Каким образом мы научились создавать многофазную структуру полупроводника. Ученые Казанского федерального университета изменили электронную структуру полупроводника. Благодаря этому им удалось энергетический уровень дефектов сместить за пределы области, где нет энергии. Так они улучшили оптические свойства полупроводников. Свои исследования они проводили на неорганических галлоидных пировскитах. Иначе их называют семейством материалов с уникальными оптоэлектронными свойствами. Одним из таких свойств является высокий квантовый выход свечения. Если мы говорим про пировскиты, то, наверное, их применение номер один – это фотовольтайка. Это солнечная батарея. Опять же, потому что на пальцах падает фотон света, там происходит разделение зарядов на электронную дырку, которые вы потом можете собирать на электродах каких-то, и у вас во внешней цепи потечет ток электрический. То есть вы будете энергию света преобразовывать в электрическую энергию. У вас будет работать солнечная батарея. Пировскиты – это маленькие кристаллы. Изучать их без специальных устройств не представляется возможным. Для изменения состояния пировскитов ученые придумали оригинальный способ локального фотонагрева. Все будет делаться с помощью термоплазманной метаповерхности. Как раз эта поверхность сможет обеспечить локальный оптический нагрев при ее освещении лазерным светом. Наша идея, конечно, заключается в том, чтобы создать светодиод, то есть устройство, которое будет излучать свет. То есть носители заряда плюс-минус, они будут рекомбинировать, как мы это называем, и будет излучаться фотон света. То есть мы создаем такое устройство. Но не просто устройство, а еще устройство с, так скажем, усиленным квантным выходом люминесценз. То есть оно будет светиться лучше за счет того, что мы повысили эффективность взаимодействия света и вещества. Созданием нового устройства ученые Казанского федерального университета занимались совместно с зарубежными коллегами. Так, с теоретической частью проекта им помогли сотрудники Лунского университета Швеции и Калифорнийского университета США. Разработанный метод структуризации полупроводников открывает уникальные возможности для улучшения функциональности оптоэлектронных устройств. Например, у светодиодов, фотодетекторов и солнечных батарей. Также результаты исследования будут использованы при разработке дисплеев, технологии кодирования информации и голографии. Карина Саяхова, Львира Замаледзинова, Ленаргий Затулин, КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Все соединения похожи в внешний налет, но при этом они состоят из молекул воды и газа и они способны гореть. Газ превращается в кубик льда. Что за способ преобразования природного газа найден казанскими исследователями? КФУ и Сибур подписали соглашение о сотрудничестве. В каких областях будет вестись работа? Представление 9 мая 1945 года было самым счастливым. Им отмечен первый день мира. Самый долгожданный день. Чем запомнилось 9 мая 1945-го казанцам? Новые, более эффективные и экологичные реагенты для превращения природного газа в другую гидратную форму разработали специалисты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. Прессование природного газа в гидраты – это лучший метод хранения и транспортировки столь важного сырья. То есть газ благодаря реагентам переходит в форму твердого кристаллического вещества. Внешне это напоминает лед. В таком состоянии природный газ становится доступным для тех населенных пунктов, куда из-за географических особенностей тяжело провести трубопровод. Экономически выгоднее привозить вот такие кубики газа. Такой способ транспортировки уже используют в Японии. К тому же этот вид сохранения газа помогает сохранить экологию. Ведь при добыче нефти выходит небольшое количество попутного нефтяного газа. Зачастую его просто сжигают, так как сжимать или сжижать его невыгодно из-за относительно небольших объемов. Теперь есть возможность попутный нефтяной газ превращать в газогидраты. Какие реагенты помогут, в этом выяснила наша съемочная группа. Синтез и разработка новых промоутеров и запись полученных данных в журнале. Так сотрудники научно-исследовательской лаборатории работают над актуальной проблемой в нефтяной промышленности. Они разрабатывают новый способ экологичной транспортировки попутного нефтяного газа. Ведь обычно его просто сжигают. Подобный метод приводит к выбросам токсичных веществ в атмосферу. К тому же попутный газ – это ценный продукт. При сжигании он испаряется и не приносит предприятиям никакой выгоды. Наиболее экологичный метод транспортировки – гидратный. Это технология получения твердого кристаллического вещества. Внешне напоминает лед и состоит из молекул газа и воды. По словам ученого КФУ Романа Павильева, этот способ транспортировки является природоподобным. Если слышали про вечную мерзлоту, то есть там где-то на севере глубоко в земле находится зона вечной мерзлоты, эта зона как раз и представлена газовыми гидратами. Газовые гидраты – это квадратные соединения, которые представляют из себя молекулы газа внутри полости из молекул воды. То есть это соединения, похожие на внешний налет. Но при этом они состоят из молекул воды и газа, и они способны гореть, выделяя в ходе горения воду. В настоящее время многие малые населенные пункты в России до сих пор не газифицированы. Все из-за географических особенностей. Тянуть трубопровод в такие места невыгодно. Гидратный метод транспортировки и хранения газа может стать решением этой и многих других проблем. Также технологии газовых гидратов можно применять в хранении холода. Знаете, вот искусственный лед – это СО2. Вот вместо этого можно использовать газовые гидраты. Ну, естественно, не на углеводородных газах, например, на азоте, на каком-нибудь, но можно. Также газовые гидраты можно использовать для опреснения воды. И газовые гидраты можно использовать для пожаротушения. Главный недостаток гидратного метода – это низкая скорость образования и роста самих гидратов. По словам Романа Павелева, этот процесс непредсказуем. Он может занять как две минуты, так и несколько часов. Для решения проблемы используются различные химические вещества. Например, дедоцилсульфат натрия. Он ускоряет перевод газов в жидкое и твёрдое состояние. Также благодаря веществу газ может трансформироваться в гидратную форму в больших количествах. Никогда нельзя точно сказать, в какой момент они у тебя получатся. Для того, чтобы упростить образование газовых гидратов как по скорости реакции, так и по условиям реакции, мы разрабатываем молекулы, которые называются промотор гидрата образования. Роман Павелев вместе с коллегами и студентами разрабатывает более усовершенствованные реагенты. Так им удалось создать два типа перспективных активаторов роста газогидратов. Это производные аминокислот и анионных поверхностно-активных веществ. Эти наши лучшие образцы, сульфосубцинаты жирных спиртов, они обладают низкой токсичностью. Уже были проведены исследования на биодеградации, на токсичность на живых клетках получается. И исследования показали то, что они имеют низкий класс опасности, они безопасны для человека, имеют повышенную степень биоразлагаемости в сравнении с известными коммерческими образцами. И также они намного эффективнее. Полученные в лаборатории научные результаты поспособствуют газификации небольших населенных пунктов России. Также благодаря ученым КФУ в скором времени будут освоены малые и средние месторождения полезных ископаемых. И все это без вреда для экологии. Уже в этом году сотрудники университета планируют создать лабораторную установку для синтеза и исследования процесса искусственного образования гидратов. Это позволит ученым быстрее достичь нужного результата. Маргарита Михайлова, Эльвира Замалединова, Ленар Гизатуллин. КФУ «Итоги недели». Почти 200 вузов России планируют участвовать в программе студенческого туризма. Воспользоваться ею могут студенты вузов всех форм обучения. Молодые ученые, аспиранты, школьники, победители конкурса «Большая перемена». Путешествовать по программе сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет. Финалисты, активисты и участники конкурсов платформы «Россия. Страна возможностей». Поездки стартуют с 1 июня. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Разработано свыше 450 авторских турпродуктов и культурно-познавательных программ. К участию приглашают и обучающихся Казанского федерального университета. Кстати, наиболее популярными по количеству заявок от студентов стали вузы Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Владивостока, Казани и Москвы. О других интересных событиях из жизни университета и республики расскажем в дайджесте. КФУ и ПАЛ Сиберхолдинг подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках встречи ректора Линара Сафина членом правления управляющим директором Сибур Дарьей Борисовой. Так, сотрудничество будет направлено на интеграцию образовательного, научного, инновационного потенциала в сторон. В общежитии номер 10 КФУ впервые проведен масштабный ремонт. В здании по улице Губкина были отремонтированы места общего пользования, туалеты, душевые и умывальные комнаты. Также заменили газовые приборы на кухнях, отремонтировали лестничные марши, также полностью обновили 11 комнат для студентов. Уже здесь живем 4 года. Сначала до ремонта тоже мне понравилось. И общежитие, и удобство тоже было неплохо. Но после ремонта уже стало вообще лучше. В Лиге студентов Татарстана выбрали нового президента. Им стал Шамиль Якупов. Десятый конгресс студентов принял КФУ. В ходе него стало известно, что Лига займется созданием ассоциации студенческих киберспортивных клубов по всей республике. Другой инфраструктурной целью новый президент организации обозначил появление студенческого пространства в каждом из молодежных центров Татарстана. Что мы можем сказать? Что мы точно выполним все проекты на 100% и так далее. Но я могу сказать точно, что мы приложим все силы, все энергию, которые у нас будут, чтобы за 2 года сделать как можно лучше наше студенчество. Друзья, большое вам спасибо. В КФУ готовятся провести девятый международный форум по педагогическому образованию ИФТ. Он пройдет с 24 по 26 мая. Уочно в мероприятиях примут участие 785 человек. Онлайн около 12 тысяч. В программу мероприятия вошли симпозиумы, заседания исследовательских групп, секции, круговые столы, мастер-классы и пич-сессии. Главная тема – качество педагогического образования. Самым востребованным интернет-ресурсом среди школьников и студентов оказался Телеграм. Таковы данные Медиаскоп. Эксперты решили узнать, какой ресурс пользуется наибольшей популярностью у пользователей от 12 до 24 лет. Согласно данным Медиаскоп, в первом квартале этого года 69% молодых людей открывали Телеграм хотя бы раз в день. Отмечается, что школьники и студенты тратят на него больше времени, чем представители более старших поколений. В среднем у них уходят на него 53 минуты в день. Аналитики объясняют такую востребованность удобством пользования, отсутствием развивающихся конкурентов, а также возможностью познакомиться с кем-нибудь. Что же интересного нам дал интернет на этой неделе, поведает мой коллега-соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Удобство в пользовании Телеграм, безусловно, его конкурентное преимущество. А еще высокая скорость передачи информации и, внимание, полная безответственность авторов Телеграм-каналов за то, что они строчат в угоду своим благодарным читателям. И все это хорошо и просто замечательно до той самой минуты, пока речь не заходит о сущностной информации, способной как серьезно навредить менталке читателей, так и нанести урон в целом той теме, о которой идет речь. Причинить вред значительному числу людей и даже в целом государству. Сверхзабава сегодняшнего общества как бы свободными, легко и читаемыми, и общедоступными медийными площадками возведена в фетиш. И вот уже все, в том числе и профессиональные журналисты, считают своим долгом активничать в соцсетях и мессенджерах. А кто так не считает, того пинками и под улюлюканье медианачальники загоняют на такого рода площадки. Молодежные движения и медиахолдинги, словно соревнуюсь друг с другом, открывают одну за другой школы или курсы по блогингу. Как те ежики в истории с кактусами кричат на перебой во все тех же телеграм-каналах о том, что журналистике приходит кирдык, что им за нее, за журналистику больно, но ее журналистику успешно уже давно заменили блогеры и телеграмеры. Сегодня уже вполне пристойно, громко и всем заявить, что ты не читаешь, не смотришь, не интересуешься средствами массы информации. На этом фоне информационная политика в стране не очень понятна кем и как вообще управляется. Подчеркиваю, в стране, ибо у противников давно созданы центры жесткого системного управления медиа. Сами журналисты высокого полета стали ярыми активистами на новых медиаплощадках, расширяя круг своих почитателей, которым как раз лень и неинтересно следить за традиционными средствами массовой информации. И можно было бы с этим смириться. Пройдет, как любая сезонная зараза. Но! Вот в четверг те самые профессиональные журналисты, в которых победили не профессиональные стандарты, а блогерство, весь вечер ввели в своих телеграм-каналах успешное украинское контрнаступление. К удивлению даже самих украинских войск. Профстандарты, жестко работающие в аккредитовавших их в зону специальной военной операции СМИ, полностью были забыты на площадках свободных мессенджеров. Через пару часов контрнаступление в телеграм-каналах завершилось. Но осадочек остался. Во-первых, стало окончательно в очередной раз ясно, чего будет стоить победа блогерства в информационном поле. Во-вторых, стало ясно, что информационной политикой так никто толком и не управляет. И это уже становится крайне опасным. Даже так нелюбимый многими генералиссимус Сталин в самые трудные дни осады Москвы именно за паникерство ввел смертную казнь без суда и следствия, ибо это считается на войне самым страшным преступлением. Но паникерство сегодня – это результат во многом гипертрофированной, в угоду не сильно просвещенному читателю, медиа-активности. Кстати, страшно даже представить, что творилось бы в 1941 году в телеграм-каналах, как бы они тогда были и работали, сами по себе, руками в том числе официальных военкоров, или как бы преподносились битвы союзников в Орденах. Представляете, какой урон стабильности странам, сопротивляющимся нацизму, это бы нанесло? И случилась бы тогда та самая победа одна на всех, когда все как один. Разбалансированность информационной машины приводит и к очень странным явлениям в нами любимой образовательной системе. Так, Центр цифровой трансформации «Сколково» и «Яндекс.Практикум» заявили на неделе медийно-популярный у молодежи формат реалити-шоу о том, как перевести свой бизнес в Португалию и сохранить чувство дома. Говорят и трубят по всем соцсетям, что научат пить релацирующихся молодых бизнесменов из России «Шампанское на берегу моря», достигнув Португалии, предварительно за 15 минут всего собравшись в Грузию. А что? Реалити-шоу – популярный медиапродукт, и посвятить его надо не менее популярной теме, тем более за государственные деньги. Соцсети, подкасты, телеграм-каналы – в помощь. Именно они – активные проводники данной темы среди своих многочисленных и благодарных за краткость и удобство молодых читателей. Вопрос в том, кто отслеживает информационное пространство и как реагирует на творящееся там, опираясь на хоть какие-то общенациональные интересы, а не на стремление к трафику, хайпу и монетизации. Уверена, этот вопрос отправляется в пустоту. Спасение информационной вакханалии, если оно кому-то нужно, здесь прямо по перефразируемому Марксу – дело рук самих пользователей. Информационную гигиену никто не вводил, но и не запрещал. О том, каковы правила этой гигиены, мы еще, возможно, поговорим в других выпусках. Такие дела. Всего вам доброго. Да здравствует Победа! Именно так встречали самый долгожданный день сороковых. Несколько дней казанцы в начале мая не выключали радиоточки и, наконец, в ночь, 8 на 9 передали сообщение о капитуляции фашистской Германии. Услышав это, вся Казань высыпала на ночные улицы. Радостная весть с молниеносной быстротой разнеслась по городу. Несмотря на ночь, трудно было найти дом, в котором не зажглись бы яркие огни. 9 мая 1945 года в Казани объявили выходной. Победу начали отмечать с утра. Казанцы собрались на площади Свободы и возле Кремля. Гуляли по центру. На заводах организовали митинги. Играли оркестры, звучали песни, люди танцевали. Фронтовиков поднимали на руки и качали. Женщины вручали им цветы. Военные на радостях стреляли в воздух. Раненые выходили на костылях из госпиталей. В тот день студенты, преподаватели и сотрудники собрались в Казанском университете на стихийный митинг. Потом все отправились гулять на улицу Баумана. Но День Победы в столице Татарии запомнился не только этим. Чем же еще? Какие раритеты о 9 мая хранятся в научной библиотеке Казанского университета, узнал Амир Ахтемов. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1839 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшимся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек. Применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов. Материалы о Великой Отечественной войне хранятся и в научной библиотеке Николая Лобачевского. Здесь прекрасно сохранились несколько газет «Правда», «Известие» и «Красная Татария». К примеру, в газете «Правда» мы видим подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Помимо этого, у нас в руках интересные карикатурные открытки. «Известие» публикует текст «Акта о безоговорочной капитуляции Германии» и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. «Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков победоносно завершена. Настал долгожданный для нас праздник Победы. Всеобщее ликование бурлит на улицах наших городов и деревень», пишут «Известие». Сегодня Красная Армия вручает советскому народу самую великую в истории Победу. Представление 9 мая 1945 года было самым счастливым. Им отмечен первый день мира. И слон, как символ Победы, остался в истории города навсегда. «Слона из цирка Дурова казанцы воспринимают как городскую легенду. Он стал таким же символом Победы, как праздничный салют. Но вот про то, что того слона можно с полным правом считать фронтовиком, знают, пожалуй, только ветераны цирка. Ведь войну этот слон, как и другие артисты-зверинцы Дурова, встретил под фаршистскими бомбами. День Победы является символом сполоченности. Война коснулась каждой семьи. И воспоминания о событиях тех дней должны храниться в нашей памяти». Амир Ахтямов, Ленар Гизатурин, ФУ, в итоге недели. Этот день навсегда останется самым великим и народным праздником для России. Победа над фашизмом. С этим вызовом жители СССР справились с ценой своей жизни. Жизни своих близких, разрушенных городов, подожженных деревень, искалеченных судеб, тысячами осиротевших детей. Перечислять то, чего лишились советские люди, дети в этой кровавой войне, можно очень долго. Потери эти невосполнимы. Оттого память об этом дорога. Помните обо всех героях. Каждый из тех, кто прошел через горнила войны, достоин этого. Будьте счастливы и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин